Кому сегодня нужна миссионерская деятельность, ведь сегодня вся информация есть в интернете? В интернете, конечно, много информации, много умных советчиков типа Алисы, но, к сожалению, большому. Мы занимаемся миссионерской деятельностью уже 20 лет и заходим в своих экспедициях туда, где нет не только интернета, где нет сотовой связи, где нет обычной связи, где электричество включают людям от генератора по времени. И поэтому понятие интернет это то, что москвичу это может быть очень актуально, московским детям актуально, но есть в России места, уж поверьте мне, где нет интернета. И поэтому миссионерская деятельность это не то, что вы можете прочитать в интернете. Я думаю, что миссионерская деятельность... Вы почитаете Макария Глухарева. Что такое миссионерская деятельность? Чем занимался Макарий Глухарев? В те населенные пункты, куда он приходил. Там создавались школы, там создавались больницы. А миссионерская деятельность это то, что наполняло потом все, весь поселок. Понимаете, если приходить сейчас к людям и рассказывать им о Христе, то получится иногда, как у апостола Павла. Иди, иди, мы тебя потом послушаем. Но мы начинаем говорить о Христе тогда, когда нас начинают спрашивать. И поэтому в наших экспедициях первоочередным является не то, что мы туда принесем в таинствах церковных, не то, что мы принесем туда в наших книгах, а то, что у нас спросят люди. Вот когда с нами приходящие медики работают там в тех регионах, где нет вообще никаких медицинских учреждений. И когда приходят туда люди, которые занимаются там педагогикой, когда приходят люди, которые занимаются с людьми организацией их собственной жизни, потом появляются вопросы. На этом фоне появляются священники. И вот здесь начинается миссионерская работа такая, о которой вы спрашиваете, о которой вы хотите прочитать в интернете. Но это получается намного позже. А сначала миссионерская деятельность для нас – это чтобы создать условия для жизни и существования людям. Аминь. Аминь. Аминь.